Приветствую вас. Если вы задаете вопрос, как поступить, то, наверное, имеет место быть, ну, какой-то конфликт, я полагаю. И, соответственно, первое, что нужно сделать вам, это определить стороны конфликта. Какие они, эти стороны конфликта. Дело в том, что именно стороны конфликта, именно стороны конфликта, и мешают вам поступить правильно. Далеко не всегда странами конфликта выступают сами родители, далеко не всегда. Вполне возможно, что конфликта, или стороной конфликта, выступает установка, которую вам ваши родители вносили, так или иначе. То есть, то есть, грубо говоря, грубо говоря, родители лишь только вложили вам какие-то знания, какие-то ценности, какие-то установки, может быть. А уже они мешают вам действовать так, как вы, например, хотели бы. Или эти установки не позволяют вам чувствовать себя, ну, скажем так, более свободно в своём поведении. Вот. Поэтому для начала нужно этот конфликт выявить, именно выявить. Значит, затем, после этого уже будет понятно, кто и как конфликтует вас, и какой цель, как, чего хотят каждый из сторон. Вот. Именно вас, не родители, как таковые сами. Дальше. Ваш конфликт, который имеется, нужно будет, далее наложить на то, что вы пишете. На то противоречие, на которое вам уже указали мои коллеги. А именно, что, например, вам 26 лет, и в этом возрасте родители почему-то вообще имеют какое-то право голоса в вашей жизни. С какой стати? Почему они имеют право голоса? Непонятно. Мало ли что они говорят. Мало ли что они считают. Мало ли что они не понимают или понимают. Вне зависимости от этого, вам просто нужно самостоятельно брать и делать то, что необходимо. Здесь, пожалуй, со своими коллегами я соглашусь. Но, соглашаясь со своими коллегами, я понимаю, что вы в чем-то испытываете эти трудности. И, в первую очередь, меня интересует то, в чем. Вы спрашиваете, как мне поступить. Вот подумайте, подумайте. Если человек зрелая личность, он не будет спрашивать, как поступить. Понимаете? Но человек может быть зрелой личностью, но оказаться в трудной для него ситуации. Такое тоже может быть. Но тогда, тогда, если эта ситуация для вас сложная, то в таком случае нужно, чтобы вы постарались понять, в чем ее сложность для вас. Какие есть пути решения ситуации? Какие есть варианты? Какие последствия идут за этими вариантами? То есть, ну, что это за последствия? Да? Да? И, соответственно, уже исходя из этого, можно будет говорить о том, какие последствия вам приятны, а какие нет. И почему неприятны и почему приятны. Грубо говоря, если мы с вами берем за, скажем, основу, да? Я заснул вас и вашу позицию, что у вас должна быть личная жизнь, что вы уже в реаличности, что выбор свой нужно делать в пользу молодого человека. Не важно, сколько ему лет, не важно, где он живет, не важно, как реагируют на это родители, абсолютно не важно. Это все абсолютно не важно, а важно на самом деле другое. Важно только то, чего хотите вы. Это единственное, что важно. Значит, все дело в чем? Все дело в том, что родители никуда от вас не денутся. То есть, они не уйдут. Ну да, им будет неприятно, да, они будут расстроены, но они не уйдут. От вас они никуда не уйдут. А вот молодой человек уйти вполне может. Молодой человек не будет вас дать, молодой человек не будет мириться с тем, что вашу жизнь определяют родители. Допустим. Вот. Ему это будет неприятно. Вот. Поэтому. 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 А я полагаю, что, значит, значит, ну вот, ага, вам нужно с этим определиться. Так же. Для того, чтобы представить свои приоритеты. Вот. Я отдаю себе отсчет в том, что, ну, есть какая-то сложность в том, чтобы выбор сделать. Но поймите, поймите, что довольных не будет. То есть, вы хотите, вы хотите, значит, чтобы были довольны все. Так не бывает. Так не бывает. Все довольны быть не могут. Снимается. Что-то. Кто-то будет недовольны больше. И пусть этот кто-то будет вашим родителем. Потому что им именно недовольство, именно боль, которую вы причините им. Не важно почему. Из-за страха, из-за эгоизма. Именно это поможет родителям понять, что вы уже взрослый. Понимаете? Измените их реальность. Реальность родителей. Я имею ввиду. Вот. Измените эту реальность. Если вы не будете этого делать, то никогда и не докажете, что вы уже взрослый, саму себе в первую очередь. Потому что мы не говорим о родителях. Именно. Да? Мы говорим именно о вас. Скорее. Понимаете? В какой момент? Вот. Так я думаю вам и можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. В заключение мне бы хотелось сказать следующее, что конечно, конечно вам будет сложно сделать свой выбор. Да? Да? И конечно, правильного выбора здесь нет. Это ещё один момент. Что не бывает правильных выборов. Что не бывает правильных выборов. Бывает просто выборов. В общем, вам нужно, именно скрыть те аспекты сопротивления, которые не позволяют вам поступать так, как вы хотите. Вот. На мой взгляд, это самое главное, что вы можете сделать в этой истории. Вот. Ну а, соответственно, опять же, задавая свой вопрос о том, как поступить, да, вы не приводите варианты. То есть, как поступить, чтобы что, какие есть варианты. Есть вариант поставить молодого человека, хорошо, но почему, но из-за чего вы сомневаетесь в нём или что. Понимаете, какая история. То есть, мне кажется, что, ну вот, этот момент, он важен, именно для того, чтобы вы сами поняли, чего вы хотите. Вот. А я думаю, на этом всё. Значит, я желаю вам удачи. Я желаю вам всего доброго. И учтите, пожалуйста, что проблему с родителем, если они влияют на вас, лучше, лучше всего решать именно с психологом и именно в формате индивидуальной работы. Удачи. 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 Продолжение следует...